В прошлом видео мы познакомились с Жанна, с нами застройщик номер один в Батуми. Спасибо, Дарья. У вас уже проданы все дома, кроме одного. Почему он один остался? Ну, смотрите, когда мы начинали этот проект, первый дом мы продали за 130 тысяч долларов. Последний дом мы продали за 250 тысяч, то есть до этого. Цена выросла в два раза, можно сказать. Да, а сейчас мы этот дом продаем за 270 тысяч долларов. Из-за этого так получается, что у нас один дом есть, а я особо не хочу продавать, давайте я вам скажу честно, что я особо не рекламирую, никому не говорю особо, что у нас есть этот дом. Вы хотите оставить его для себя? Нет, я хочу продать еще дороже. Я думаю, что реальная цена этого дома 300 тысяч долларов. Просто сейчас, когда приезжает человек, приходит, смотрит и не чувствует этого, не видит этого. Но я это вижу уже. Я вижу, как здесь все клумбы у нас зеленые, здесь трава, здесь это все красиво. Вот там красивый камень будет, вот такого плана тоже на этом заборе. Все, забор завершено, вокруг тоже растения красивые. С нашим дизайнером это все мы сделали, уже все посадили. Здесь уже бассейн работает, здесь уже плитка вокруг. Рядом все красиво, красота. Вот человек приезжает и говорит, вау, я хочу здесь купить дом. И тогда, возможно, и этот дом продастся за 300 тысяч долларов. Так что я особо вот честно вам скажу, что сейчас не хочу продавать. Когда будет полностью готово? До декабря этого места, то есть до января, так скажем, до Нового года, здесь уже все будет готово. Все ремонты будут завершены и все будет. На что нужно обратить внимание, когда в Батуми покупаешь квартиру? В первую очередь нужно обратить внимание на фасад. Чем отличается, допустим, фасад, который сделан из аликабонда и который покрашен? И вот в нашем комплексе, тоже в Лимон Гарден, многоэтажный дом, который на новом бульваре строим, там тоже у нас фасад будет из аликабонда. И, ну, в принципе, в наших всех проектах. И почему в Батуми очень влажный климат, когда фасад покрашен? Со временем там появляется трещина. В этих трещинах потом протекает вода, потом в квартирах, в домах, если это некачественно сделано. Особенно это касается многоэтажных домов, то там появляется плесень. Если это малоэтажный дом, в принципе, там меньше таких рисков. Ну, все лишь есть, но меньше таких рисков. Со временем от дождя они меняют цвета и они становятся какой-то там грязноватые. И если не красить, то есть выглядят не совсем красиво. А у нас вот такой фасад, это из алюминиевого композита, который можно просто почистить. Через 50 лет тоже будет выглядеть как новая, не портится, не протекается вода, ничего с ними не происходит. Это один нюанс. Потом, следующий нюанс, очень важно сделать хорошее остекление. То есть, имею в виду, вот профиль у нас, производитель, компания Rehau, это немецкое производство. И они тоже очень качественные, там и шумоизолация, и теплоизолация. Вы же, можно сказать, строили этот комплекс для себя. Была такая история, что во время пандемии, когда был этот локдаун, сидите дома, не выходите из дома, мы хотели с семьей снимать какой-то дом за городом и там побивать. И просто мы просто не нашли, потому что предложений, в принципе, почти не было. Две тысячи долларов, по-моему. И когда даже поторговались, они сказали, что нет. И, ну, поняли, что вот это будущее, что люди будут покупать за загородную недвижимость. И что касается, что для себя, знаете, я все проекты смотрю так, что это я строю как для себя. Вот все проекты. Потому что вот мне должно быть приятно приходить, мне должно быть комфортно. И это очень важно. Не нужно просто, когда строишь, не нужно думать, что разве продавать? Нужно думать, вот как бы мне понравилось. Нужно влюбиться в своем проекте. И если ты влюбишься, если ты сделаешь все качественно, если ты действительно хочешь, чтобы все получилось хорошо, тогда и проект получится хороший. И с продажами не будет проблем. Еще очень интересный момент, что я вам честно скажу, что мои проекты, это не только здания, которые мы построили, и сделали красивый фасад, и там хороший ремонт. Это не так, потому что все люди, которые приезжают сюда, я лично знаком со всеми. Вот мы должны понимать друг друга, я бы так сказал. Если мы не понимаем друг друга, но я как бы тогда особо не интересуюсь продавать им мой комплекс. Потому что вот здесь, в нашем комплексе, у нас 14 домов, понимаете? И они, вот я могу вам сказать, что положить руку на сердце и сказать, что они все очень хорошие люди. То есть у нас один хаос на продаже, я их всех знаю лично, и все они просто отличные люди. Недавно, кстати, было такое случай, что приезжал один наш покупатель с знакомыми, я не знаю, кто это были эти люди, но они так себя вели, если честно, вот хамство, да, называется это на русском, что я очень, вот я подумал, как хорошо, что не такие люди живут со мной, то есть в нашем комплексе, а живут вот такие хорошие люди, которые, то есть, ну, это нужно вот здесь пробивать, чуть-чуть и понимать, но мы все друг друга понимаем. Но какие-то же таунхаусы идут под сдачу, то есть не всегда здесь будут жить именно те люди, с которыми вы лично знакомы. Я с вами абсолютно согласен, да, но в принципе в большинстве, в большинстве таунхаусах здесь будут жить люди. Вот 14 дома они заселились здесь, прекрасная семья из Петербурга, они здесь живут. 13 дом они не собираются сдавать там. Вот 5 дом они заселились тоже, они будут здесь жить. 11 дом из Израиля, они тоже будут жить. Там один араб у нас, очень хороший человек, кардиолог, он тоже собирается там жить. Ну, есть какие-то таунхаусы, там будет, конечно, сдача, но суть не в этом. То есть главное, что вот основной часть, собственники всех домов, они все хорошие люди, я вам это 100% могу сказать. А какая предполагается сдача? Потому что это же будет доставлять дискомфорт, если будут люди со стороны приезжать и там плавать в том же самом бассейне, непонятно кто. Это долгосрочно или краткосрочно. Мы рекомендуем, чтобы сдавали долгосрочно, это там минимум 6 месяцев или год. И у нас в основном такие люди будут жить, потому что вот чтобы жить в таком комплексе, в принципе, нужна машина еще, потому что, ну, недалеко это от Батуми. И есть здесь остановка, но если человек снимает такой дом, это будет стоить, я думаю, что минимум 2 тысячи долларов, то у них 100% будет машина или будет возможность купить машину. И, соответственно, ну, здесь снимать на неделю, на 10 дней, я, в принципе, не вижу таких больших перспектив, что они и так будут здесь приезжать. Так что люди, которые застелятся, ну, мы подберем хороших людей, потому что мы к этому очень так относимся. У меня возникло два вопроса. Один из них – это управляющая компания, которая ваша непосредственно, которую вы создаете с нуля. Расскажите подробнее. Ну, наша управляющая компания будет заниматься сдачей в аренду, но это не основная. То есть основная у нас будет охрана территории, обслуживание бассейна, обслуживание территории. Вот по всем этим делам, и как я вам рассказывал в предыдущем видео, что вот мы как-то по-домашнему постараемся помочь всех нашим инвесторам, которые будут приезжать себе домой и вот делать те услуги, о которых я вам говорил. Вижу сейчас уже установлены камеры. Что будет в дальнейшем? Потому что и снимая дом за такую стоимость, и покупая такой дом, хочется все-таки безопасности. Давайте начнем с этого, что Грузия – безопасная страна и так, и входят там топ-5 самых безопасных стран в Европе. Но помимо этого, и здесь очень тихий, спокойный район, и ничего у нас на объекте не случалось, никто ничего нам не украл. У нас есть, конечно, служба охраны, безопасности и так далее. Но все равно здесь никто не будет посторонним. Но все равно у нас будет охрана, все равно у нас будут камеры, и это все будет под контролем наших жильцов, которые здесь будут. Так что в этом плане никаких вопросов нет. Как выбирали само место? Почему именно здесь? Ответ очень простой. Вот мы сейчас молчим, что вы слышите? Птицы, насекомые, сверочки вероятности. Вот из-за этого тишина, спокойствие, и мы поэтому выбираем место. То есть у нас и Royal Residence Botanic, вот такое место, там очень тихо, спокойно, там птички поют, рядом море. То есть близость моря, ну здесь 1,5 километра получается отсюда до пляжа. Здесь очень тихо, спокойно и близость к городу. Это тоже очень важный фактор, потому что за сколько мы доехали, ну 7 или 10 минут, и это нормально абсолютно достаточно, до центра города. То есть ты ближе к городу, ты за городом, у тебя там птички, у тебя там очень хорошо, комфортно. Вот когда они переехали, на 14-2 они нам сказали, вот после первой ночи, когда они здесь пожили, они говорят, Джанус, здесь так хорошо, здесь так вот просыпаешься, так тихо, спокойно. Нету ни шума, ничего, ни эти салюты, которые есть вот в городе, к сожалению, надеюсь запретят. Повторю, что мы выбираем место так, что вот нам бы нравилось там жить, тогда там можно купить участок, запланировать проект и начинать строительство. То есть сначала все-таки вы именно выбираете место, исходя из каких-то... Да, это очень важно. Конечно, это очень важно, и дорога должна быть нормальная, тоже на что мы обращаем внимание, что у нас есть в горах вот куча проектов, они начинали, то есть нам тоже предлагали. Мы не рассматриваем такие проекты, потому что ты хочешь подъезжать к своему дому, а там две машины не могут проезжать друг друга, понимаете? А у нас на всех проектах транспортная доступность, то есть две машины свободно могут ездить. Рядом находится аэропорт, мы мимо него как раз-таки проезжали. Аэропорт находится отсюда полтора километра, может два километра отсюда, так что там никакого шума не может бить даже. И не слышно, здесь никто никогда не слышал, как там самолеты приезжают, прилетают, улетают. Но каждый день открывается новая страна, и прилетающих людей из-за границы, из разных стран становится все больше. Потом будет шума больше, как думаете? Ну, смотрите, Батумский аэропорт, я бы не сказал, что каждый год там что-то добавляется, очень много. Но вот в отличие от Кутайского аэропорта, там на самом деле добавляется, там и сейчас очень много рейсов из всех европейских стран по отдельным городам, допустим, Италия, там Рим, Милан, потом, если смотреть в Германию, там Дортмунд, Берлин, Мюнхен, ну и так далее. То есть, Франция, Испания, Англия, то есть, куда хочешь, в Европе, ты можешь очень свободно полететь, ну и прилететь из Европы. Потом, Ближний Восток, тоже есть рейсы, вот в Абу-Даби как раз летали и там очень важно, что билеты стоят смешнее деньги. То есть, это билеты, это самые дешевые. Вот мои знакомые шутили, что как раз весной они были в Греции, в Салонике, они заплатили за билеты 40 лари. 40 лари, это примерно 18 долларов. Туда обратный билет, они купили за 18 долларов и они сказали, что нам доехать до Кута если обратно обошлось больше, чем вот долететь до Греции. Потом еще в Казахстане, там и в России, и в том числе есть перелеты. То есть, в Кутаисе основной часть туристов, которые прилетают сюда, они прилетают как раз в Кутайском аэропорте, который находится 140 километров от Батуми. И эти люди, которые потом, конечно, они приезжают в Батуми, кто-то приезжает в Тбилиси, кто-то смотрит и один город и второй город. Так что, основной часть это Кутайский аэропорт, который нам дает вот такой источник туриста. А Батумский аэропорт относительно он маленький, есть перелеты, конечно, это хорошо что есть но здесь не слично я вам сто процентов уверяю что не слишком и не услышите здесь звук сам это потому что это так так далеко это не слышно давайте посмотрим что вокруг тут несколько таких интересных вы назвали их клумбами сооружение то есть у вас есть ландшафтный дизайнер который занимается сами колумбы у нас запланировали нарисовал нам наш архитектор который тоже очень талантный человек ландшафтным дизайном занимается человек который то есть хорошо разбирается в растениях ландшафтный дизайн это тоже очень грамотно мы все планируем где какие растения будет то есть она вот когда мы обсуждали это все вот дальше у нас находится там бассейн она вот прямо говорила что вот здесь человек плавает в бассейн это очень важно какие растения будет смотреть какие растения будут впереди они должны быть чуть-чуть низкие потом должны быть чуть-чуть высокие чтобы вот этот обзор был хороший понимаете это для нас очень важно каждой сфере понимаете вот чем мы занимаемся я доверяю профессионала вот нужно посетить какие-то деревья то есть не я принимаю решение какие деревья растения здесь будет это все должен запланировать профессионал какие там дизайн дома вот какие там будет цвета или что и как будет это мы все доверяем дизайнером этого доверяем ландшафтный дизайнером ну и так далее вот профессионализм это очень важно вы работаете на всех проектах с одними дизайнерами дизайнеры украинские очень хорошие которые для нас рисуют к очень красивые проекты в том числе и этот проект и наши проекте royal residence botanica и grand botanica residence они нарисовали для нас это очень серьезные люди которые там рисовали не только наши проекты а там участвовали и в разных проектах тоже там в катаре в дубае в украине в европе в куршавеле они строили то есть мы планировали и сделали архитектуру очень хороших проектов и в батуми у нас тоже есть один проект просто не буду озвучивать очень грандиозный но да это серьезные ребята с которыми я дружу у нас очень хорошие отношения дружеские и вот соответственно вместе им тоже нравится в основном они работают с большими компаниями и с маленькими компаниями может не очень но они и нравится мой подход к бизнесу а мне нравится как они работают и соответственно у нас хала получается хорошая работа относительно конкретно загородная недвижимость и недвижимость внутри города час идет тенденция больше развития все таки чего того что развивается город ввысь или в ширину в основном развивается в ширину потому что сейчас давайте скажем честно что последнее время жить в батуми стало некомфортно в каком плане вот в плане этого что там принципе ночью все освещено батуми как лас-вегас никогда не спит да это такое загрязнение стоит когда много света потом ну шумно много машины пробки вот эти стройки одна стройка следующая следующая и все то есть это превращается одну большую строительную площадку и в этом плане стало интересно загородные недвижимость загородные недвижимость ограничено высоко домов понимаете вот здесь если бы была возможность построить условно 10-этажный дом здесь бы стоя 10-этажный дом ними конечно мы бы не строили здесь потому что ну я не понимаю вот этот суд но другие нашли но ведь градостроительного плана в батуми на данный момент нет как такового и следовательно пока строить высотные здания можно где угодно нет дело в том что сейчас новые проекты вообще не выдается в батуми и это тоже один из факторов почему цены будут еще расти потому что последние два года никто новый проект не получал понимаете это все старые проекты которые были видны раньше а сейчас мы все ждем когда будет генплан города по как им плана не и когда будет тоже точных дат нет и вот загородные недвижимость в том плане и привлекательно что здесь строим малоэтажные дома и в принципе разрешение на малоэтажные дома можно получить и вот в том числе и у нас вот royal резинец ботанику тоже малоэтажные такие таунхаусы и один маленький пятиэтажный дом до пятиэтажей это еще малоэтажное строительство там есть ограничение вот мы эти участки покупали на аукционе нужны уже перешли на другой проект но там было условие что ты можешь построить максимум максимальная высота дома это 20 метров вот вы на этих участках будет вот такие дома тогда очень важный вопрос который сразу появляется это почва на чем строите какой конкретно фундамент вот это очень важный момент особенно в местах где почва подвижная мы все-таки находимся рядом с горами мы можем посмотреть здесь почва очень хорошая в этом регионе называется балласт по моим на русском тоже балласт и в этом плане здесь никаких проблем нету а здесь это все рисует конструктор то есть есть начало геологии если уже подробно то есть конкретно будем это все рассказать есть геология ну геологии там написано какие слои какие там какая почва и потом после этого конструктор рисует нам какая нужна бетонную арматура как их положить и так далее это все вот таким образом и сделано контролируется ли это государством муниципалитетом или какими-то другими органами на этапах строительства вот в этом плане как раз вот у меня есть этому большие претензии что государство не контролирует фасад что очень важно и она они контролируют очень жестко сам каркас как строится каркас они очень хорошо контролирует и каждый этап то есть и сделал фундамент а ты подаешь документы они приходят они проверяют том числе проверяют марка бетона проверяют как ты положили арматуру и так много что проверяют в этом плане все отлично все замечательно то есть но они то есть как я понимаю государство больше еще берет ответственность за каркас боятся чтобы вот с каркасом не было каких-либо проблем дальше уже фасад как не покрасим или там что мы делаем особо не интересует но это уже тоже не интересовать инвесторов которые уже должен определить и они должны понимать что качество не фасад это дорого но это очень важно и правильная инвестиция бы не сказал что это дорого вот знаете вот когда что-то обсуждаем вот это стоит столько это стоит столько вот это дорого и я всегда говорю это не дорого вот это так и стоит это это нормально понимаете вот нужно за это платить вот так и все будет хорошо потому что качество для нас очень приоритет И все-таки, что по поводу фундамента, сваи, подушка, какая конкретно технология? Ленточный фундамент. Проводились также все проверки? Конечно, все проверки, все коммуникации, ну, как положено в этом плане, то есть, как я вам говорил, везде всем все проверяют, и я в этом плане особых рисков не вижу. Хорошо, прямо за вами находится странный куб, связанный с бассейном. Это техническая комната для бассейна, там, где будут фильтры, насосы и так далее. Это все обслуживает бассейн, это все закопается, потом закрывается, там не будет видно, там просто будет сервис-лук и все. Мы поднялись с вами в черновой дом, который остался последний. Он будет сдаваться в белом каркасе или с ремонтом? Смотрите, этот дом в белом каркасе на самом деле. В чем отличается белый каркас, черный каркас? В черном каркасе мы заходим в голые стены, там ничего нету. А здесь мы заходим, мы видим, что есть перегородки, все перегородки, точки электричества до точек. Есть точки сантехники, тоже подумывальник здесь на кухне и в санузлах. Здесь теплые поли уже положено и сделана стяжка. Так что здесь у нас получается белый каркас. Просто стены у нас черные, потому что это цементно-песчаная штукатурка, но все равно стены ровные, так что называется белый каркас. На основании чего делали розетки? Это больная тема во многих домах и квартирах, которые покупают уже с выведенными розетками, их всегда не хватает. Если это особенно сделал застройщик, конечно, там не хватает, потому что они, скорее всего, сэкономили деньги на проводку. Но как я вам сказал, как мы планируем, то есть сначала, во-первых, у нас есть профессиональные дизайнеры. Во-вторых, это я все представляю, что зашел, посидел в диване, где заряжил телефон, где будет телевизор, ну и так далее. И у нас их не то что хватает, то их достаточно много, так что в этом плане у нас проблем нет. Это все продумано, понимаете, то есть сделано оптимально. Конечно, можно это переделать, сделать по-другому, если кто-то захочет, и всегда можно что-то новое придумать, но это сделано все оптимально. Вы работаете с подрядными организациями, то есть не все на 100% делает конкретно ваша компания. Смотря что мы имеем в виду, если говорим о дизайнерах, которые проектируют наши проекты, конечно, это люди, которые и у других тоже проектируют. Хотя у нас есть наш архитектор, который тоже очень талантливый, очень хороший парень, профессионал своей работы, который очень хорошо сделает всю свою работу. Но дело в том, что у нас объем работы достаточно большой, и один человек просто не может справляться из-за этого, когда большой проект. Мы обращаемся к нашим украинским коллегам, которые нам помогают в этом плане, а архитектор у нас работает в офисе каждый день, справляет, чертит и так далее. Чтобы у нас все получилось так, как мы задумали, потому что во время строительства это может быть извиниться, какие-то погрешности и так далее. И в итоге ты получаешь не совсем то, что ты хотел построить. Из-за этого вот это очень важный фактор. Что касается там другим работам, допустим, чистовая отделка. К сожалению, я не нашел людей, подрядчиков, которые это будут выполнять на высшем уровне. То есть как мы хотим, вот качественно, чтобы все делать. И в основном, как сейчас, давайте скажем откровенно, как застройщики, большинство из застройщиков, они делают просто отвратительные ремонты потом, и это так. Везде, во всех странах, во всех городах. Во всех странах, во всех городах. Потому что у них объем большой, они это не могут контролировать, и получается то, что получается. А у нас подход другой. Мы, может, сделаем мало, то есть отремонтируем, допустим, 10 домов, условно говоря, но сделаем качественно. Это для нас очень важно. Для нас не приоритет заработать деньги, а сделать все качественно. И в том числе из-за этого получается, что на новых проектах мы квартиры и дома там под ключ не продаем. Пока что мы продаем только в белом или в черном каркасе. Мы точно знаем, что у нас этот ресурс есть. А что касается чистовой отделки, потом мы уже по факту посмотрим этот объем, который мы сможем и возьмем. А если не сможем, тогда привлечем других подрядчиков или клиент там найдет кого-то инвестор. Ну, как-то там разберемся в этом плане. Бывало ли то, что приходилось отказываться от конкретных услуг каких-то мастеров, специалистов из-за того, что делали некачественно? Такое бывает очень часто. Но мы к этому научились и когда они вот приходят, мы им даем маленькую задание. Допустим, пошпаклюй, пожалуйста, вот эту одну стену. Вот мы пошли, перешли, одну стену проверили. Если человек умеет делать, понимаете, он делает хорошо. Если не умеет, то ты какую бы сумму не заплатил, то смысла нет, не умеет. Так что это мы очень быстро это все понимаем. И тоже по плитке даем какой-то маленький час, там три квадрата сделаем и все. Проверили уровень этот, как шуи, этот осталось. И все понятно, человек умеет работать или не умеет. Мы находимся на втором этаже. Второй этаж уже считается жилой. Здесь у нас мы были в помещении, которое является кухней-гостиной. Все верно. Я вижу то, что есть гараж и очень умно сделано то, что въезд в гараж идет снаружи. Снаружи, потому что вот эта часть, там где у нас бассейн в клумбе и там, мы еще не говорили, будет детская площадка, спортивный уголок, это все будет закрыт. То есть машинам не будет доступно заезжать туда. Гараж и вход в дом. Потом мы поднимаемся на втором этаже. Там у нас кухня-гостиная и санузел, конечно. Потом на третьем этаже у нас две спальни и один кабинет. Или можно сделать две нормальные полноценные спальни и одна детская комната или детская спальня. Вы нам покажете пример того, как это можно сделать в ремонте? Конечно, конечно. Я вам покажу все. И потом мы по лестнице можем еще подняться на большую террасу. Это как личное пространство, где можно поставить, предположим, бассейн. Барбекю, джакузи. По технике безопасности это нормально? Абсолютно. Конечно. Нормально. То есть все равно это барбекю как открытый огонь или не всегда? Вдруг кто-то там решит что-то такое сделать? Не думаю. И еще хочу отметить, что у нас вот этот алиокабон, то есть фасад, есть разные варианты. Есть, который горит, есть, который не горит. И, конечно, мы выбирали тот, который не горит. И проверяли всех соседей на то, какими они будут людьми. Кого вы видите будущим жильцом этого таунхауса? Начнем с этих домов. Здесь 8-9 дом. Здесь у нас, как я вам сказал, очень хороший человек из Абу-Даби. Кардиолог. Очень добрый, очень хорошая семья. И один дом они купили для себя, чтобы они приезжали. Будут приезжать летом, потому что там невыносимая жара просто. Очень жарко, и летний период они будут именно здесь жить. А второй дом они просто купили для инвестиций, чтобы там сдавали или будут приезжать их родственники, не знаю. Потом следующий, это 10-й дом. Это очень хорошие люди из Казахстана, Караганды, которые тоже купили для себя, они не купили это для перепродажи или для сдачи в аренду. 11-й дом тоже замечательные люди из Израиля. Они говорят в том числе и на русском языке. Профессиональный айтишник. И что самое главное, очень добрый, хороший человек, как я вам говорил. Потому что для нас это очень важно и для меня лично. Потом 12-й дом. Там жена из Украины, муж из Канады. Тоже очень веселые, хорошие люди. 13-й дом они из Петербурга. Они тоже хотят здесь жить, они тоже не купили для сдачи в аренду. В 14-м доме, как я вам уже говорил, там живут. Первый дом это инвестор наш, который участвует в принципе на всех наших проектах. И в этом проекте, и в Лемонгарден купил квартиру, и продал очень успешно, удачно. Grand Botanico Residence тоже инвестировал в сумму. Инвестор наш партнер, который доверяет нашу компанию. Когда мы начинаем проект, он сразу приходит, выбирает варианты, инвестирует, перепродает, зарабатывает деньги. Он купил это на этапе начала строительства, сейчас перепродает, он заработает очень хорошую сумму. Мы к этому очень рады, потому что, вот знаете, вот когда строит застройщик, не всегда выгодно, если ты заходишь на этапе фундамента, это не значит, что ты деньги заработаешь. Еще зависит застройщик, как строить, что строить, кто этот человек, и какие у них планы, и как они будут себя вести. Здесь очень много факторов, и доверие инвесторов, это для нас очень важно, потому что все эти люди, они нам доверяют. В принципе, почти все из них, ну я бы сказал 90%, они участвуют на следующих проектах. И в Лемонгардене они все купили почти квартиры, и на новых проектах возле ботанического сада. То есть, кто-то в Роял Резиденции купил, кто-то в Гранд Ботанику купил, и они все участвуют, понимаете? Почему, в принципе, иностранцы покупают эту недвижимость, почему выбирают загородную и вкладываются в Батуми? Потому что большинство, все люди, которых вы назвали, они не являются гражданами Грузии. Есть люди, которые покупают, как я вам говорил, они хотят переезжать сюда и жить здесь. Есть люди, инвесторы, которые хотят вложиться на этапе фундамента и потом перепродавать людям, которые хотят здесь жить уже с прибылью, и с хорошей прибылью, если они с компанией Батуми Инвестмент сотрудничают. Так что вот эти две основных цели. Если говорить про местных жителей, кто-то приобретал здесь? В этом проекте нет, у нас в Royal Residence есть несколько. Ну, мало их, конечно, меньше стоит, но у нас очень широкий спектр. Первый таунхаус у нас там купили испанец, потом у нас там есть из России, из Израиля, у нас есть из Ганады, есть из Литвы, то есть из разных стран на самом деле. У нас приезжают, люди покупают. Вот во втором проекте, в Grand Botanical Residence, там тоже у нас есть испанец, и там еще у нас есть японец, который там заинтересовался и купил. И как наблюдается, вот в последнее время японцы, японские инвесторы начали интересоваться недвижимостью. И вообще, в принципе, много у вас таких конкретно покупателей? Ну, японца у нас пока что много нет, но у меня есть информация, что у других компаний тоже есть люди из Японии, есть японские инвесторы, которые здесь покупают недвижимость. Это для них, в принципе, очень дешево, во-первых. Во-вторых, они видят перспективу, рост цен, они тоже понимают, и они интересуются. И когда приходит один японец, ну, потом как-то сарафанное радио работает, привлекает других инвесторов. В комментариях я сталкиваюсь с негативом к покупке недвижимости иностранцами, и это связано не только с россиянами, но в том числе и к казахстанцам такое отношение, и к другим национальностям. Как, в принципе, вы думаете, рынок к этому относится? Какие тенденции в будущем ждут? Таких комментариев я, если честно, видел несколько раз. Что я могу сказать? То есть это люди, которые просто не знают, чем они занимаются, бездельники, я так считаю, и просто им нечего делать больше. Потому что вот когда приезжает человек здесь, вот вы же из России, здесь чувствует какой-то дискомфорт. Людей живых, которые подходили бы на улице, которые вот такие негативно настроены, как в комментариях, их нет? Ну, как раз они вот в комментариях есть такие люди, они как раз этим занимаются. Ну, не знаю, там есть еще у меня мои догадки, почему это так много стало в последнее время. И знаете, вот что я не понимаю, что на самом деле в ресторанах, кафе, на улицах таких ничего не случается, а в комментариях заходят они прямо. И у меня есть такое подозрение, что есть люди, которые заинтересованы этим, чтобы из России не выводили деньги. Они заинтересованы, что эти деньги не приходили в Грузию, потому что это же в рост экономики, это же на пользу Грузии работает все. И у них заинтересованы, что эти деньги оставались в России, из-за этого они создают, они же на русском пишут все эти комментарии, не на грузинском, если вы обратили внимание. Вот, и они заинтересованы к этим, чтобы вот нагнетали вот такой негатив, что типа, типа вот так, так плохо, и чтобы им просто... Ну, просто, знаете, вот наши инвесторы, они очень умные люди, они смотрят YouTube, они смотрят настроение, разные там видео другие, и понимают, что в принципе... И если человек лучше всего сами приезжать, сами посмотреть, убедиться в этом, что я говорил, что, естественно, на самом деле в этом плане проблем нет. А если сказать про настроение именно людей, которые живут на соседних участках, как они относились к строю? Смотрите, Дарья, вы не забываете, что вы сейчас находитесь в Грузии, а грузины очень гостеприимные люди, и для них это очень важно, понимаете, чтобы гост чувствовал себя хорошо. И они вот, когда мы начали это строительство, несколько раз приходили, кто-то хотел работу, кто-то говорит, я и так помогу, понимаете? Вот такое настроение, потому что у нас в Грузии не принято, что сосед что-то делает, а ты приходишь и мешаешь. Нет, на самом деле нужно помочь, если ты можешь, и вот у нас очень дружеские, хорошие отношения. Вот дом напротив нас, там, у него маленькие дети, ну я их называю, что они мои друзья, там. То есть хорошие соседы, вот такие, с одним словом сказать, хорошие соседы, которые будут рады, что здесь как раз такие люди жить. Кто-то там у них чачу будут покупать, кто-то еще что-то, и это всем будет хорошо. И знаете, вот почему люди вообще приезжают в Грузию? Они приезжают, потому что здесь хорошая кухня, грузины хорошо поют, танцуют. Еще для социума, в том смысле, что люди, грузины любят общаться, понимаете? И люди приезжают, чтобы пообщаться еще и с людьми тоже, потому что мы люди все социальные существа. Наши инвесторы, я очень надеюсь, что будут довольны. Вот, кстати, 14 дома, они уже познакомились с соседом, они уже там начали дружить. Какие условия покупки для иностранцев? Иностранцы всегда удивляются, когда им говорят, что у нас нет никаких налогов на покупку недвижимости. Потому что вот, если мы сравниваем другие страны, тоже Турция, Кипр, ну и про Европу я еще ничего не говорил, там, где просто сумасшедшие налоги. В принципе, везде есть налог на покупку недвижимости. У нас такого нет. Потом есть налог на недвижимость, если ты владеешь недвижимостью, каждый год нужно платить налог. И этот налог у нас в Грузии тоже нет, отсутствует. И это огромное преимущество. И тоже один из факторов, что привлекает инвесторов. Но при покупке в любом случае нужно платить государственную пошлину. В реестре платишь до 100 долларов, ну, 150 лари. И если решишь сдавать, то будет еще налог на прибыль, правильно? Да, если ты получаешь доход, тогда с аренды нужно платить 5% налога от дохода. Работает ли 1% в этом случае? 1% в этом случае не работает. Хорошо, что потронули эту тему. Тогда скажем, что в Грузии очень легко открывать бизнес и начинать бизнес. Если ты айтишник или частный специалист, какие-то услуги и так далее. То есть, если у тебя нет сотрудников, тогда ты платишь просто 1% налог и все. В том числе и этот привлекает очень много людей, фрилансеров, которые дистанционно, удаленно работают. Они просто здесь сидят, арендуют квартиру, кто-то покупает, платят этот 1% и они очень довольны. Можем зайти тогда внутрь? Я еще один вопрос хочу вас спросить по поводу Wi-Fi. Раз у нас речь зашла по поводу Wi-Fi, по поводу айтишников, какие здесь созданы условия для них? Как вы отнесетесь к тому, если у вас здесь купят, например, айтишник этот дом? Ну, замечательно. Мы приветствуем айтишников и по профессиональности мы делим людей. Я вам уже рассказывал, как мы делим, что добрые люди покупают только у нас или нет. Мы их туда не пускаем. В Wi-Fi у нас интернет здесь есть, в Грузии в основном есть два провайдера. Это Макты и это Silknet. У нас в этом случае здесь есть Макты. Пишем заявление и они там в течение недели приходят, устанавливают интернет. То есть вот в любом прямо. То есть минимальный там 10, а нет, 30 дают, а не 30. А можно увеличить до 100 или еще, может, до больше, я точно не знаю. Но для них, айтишников, я знаю, что это хватает. Так что в этом плане тоже все хорошо. У нас есть скоростной интернет. И вот этот главный провод проходит на дно Черного моря, который дает потом интернет в принципе всю Европу. То есть это соединяет Азию и Европу. Вот этот канал, который проходит на дно Черного моря через Грузию. У нас, соответственно, есть высокоскоростный интернет. Пойдемте посмотрим, теперь полностью готовый дом, чтобы понимать, как это можно реализовать уже и жить в этом. Да, да. Там тоже чуть-чуть какие-то нюансы остались. Еще чуть-чуть. Но в принципе на 99% там все готово. И можем зайти посмотреть. В этом доме мы уже почти все закончили. Заканчиваем сейчас уборку. Вот последние штрихи буквально. У вас здесь уже заехали люди. Да, вот они заезжают. Вот сейчас заезжают. В процессе. И находимся сейчас в процессе. Сегодня мы уборку закончим полностью. Я увидела то, что на первом этаже два входа. Один со двора, другой со дороги. Да, все верно. То есть один вход у нас, чтобы мы видеть во дворе. Там где бассейн, клумбы, будет детская площадка, спортивный уголок. А с другой стороны, просто чтобы с паркингами, то есть припарковали машину и зашли в собственном доме. Вы все ремонты делали самостоятельно. Это тоже ваш ремонт? Да, это тоже наш ремонт. Он, следовательно, тоже делался на основании какого-то проекта. Либо собственники решали, как это сделать самостоятельно. Да, у нас был проект. Потом мы какие-то нюансы согласовали. Допустим, цвет кухни. Анастасия сама выбрала все остальное. То есть мы согласовали, в принципе, но им тоже понравилось. И вот таким образом мы и делали, и закончили этот проект. Материалы закупали вы или закупали собственники? Все мы покупали, здесь все, все материалы покупали. То есть составляется какая-то смета, и под конкретный проект по этой смете реализуются ремонтные работы, закупка материалов. Либо это единый стандартный прайс, одинаковая сумма за квадратный метр. У нас есть вот один проект, и по этому проекту делаем. Но если у инвесторов есть какие-то требования, мы всегда идем навстречу, можно что-то поменять. Так, посмотрим, что у нас тут вокруг. То есть это пример, как будет выглядеть тот же самый второй дом, который мы сейчас показывали. Поднимаемся на втором этаже. Здесь у нас кухня, гостевая зона. Переезжают люди, там личные вещи. Здесь не все завершено. Вот, допустим, если посмотреть, то есть мы обращаем внимание на любые детали. Понимаешь, что все должно быть красиво смотрится. Вот эта труба, допустим, которая торчит, еще не успели там закрыть. Это тоже красиво там закроется, вот цвет мебели, чтобы не было видно. Ну вот здесь санузел. Можете тоже посмотреть, подснимать. Я видела то, что в этих домах уже сделаны выводы под кондиционеры. Да, вот кондиционер у нас здесь установлен, работает уже. Газовый котел входит в комплектацию ремонта. Да, конечно, здесь есть теплая вода и здесь двухконтурный котел. Это значит, что у нас будет теплая вода и теплее поле будет. Отопление будет работать. Сейчас мы можем посмотреть на следующем этаже, что у нас находится. Третий этаж – это жилая зона с тремя спальнями. Да, вот сейчас мы посмотрим это все. Здесь у нас санузел, ну такой же, какой мы снимали на втором этаже. Здесь у нас одна спальня. Здесь у нас вторая спальня. И здесь у нас кабинет такой рабочий. Шкаф, стол, стул. Меня заинтересовал один такой нюанс, очень интересный. Я так поняла то, что вот под этим находится конструкция, которая является частью дома. Да, 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 так есть, да. Что там находится? Мы подняли, ничего там не находится. Просто получалось так, что стены нужно было сделать чуть-чуть туда. Нет, вот так, в принципе. А мы чуть-чуть вот так отодвинули. И вот для шкафа появилось место. Вот сейчас заходишь, это вообще незаметно. А там… То есть, в принципе, мы получили место для шкафа. Вот насчет этого, что это чуть-чуть… Меблировали собственники сами, правильно? Нет, мебель тоже не покупали, просто цвет мебели они выбрали сами. И на третий этаж нас ведет винтовая, полувинтовая лестница. Красивая очень, согласитесь. Да, очень красивая. И еще я вижу то, что на каждом этаже есть точка Wi-Fi. То есть, это сделано для того, чтобы интернет хорошо работал на всех этажах. Зона барбекю, бассейн. Дякузи больше здесь. Или детский бассейн можно поставить, да. И вот такие красивые виды открываются на горы, зеленые горы, которые мне очень нравятся. Да, в Грузии очень красивые именно пушистые зеленые горы. Здесь есть мокрая точка. И сливы, как в Турции. И слив, да. Здесь можно поставить раковину, умывальник. Вот, пожарили мясо, допустим, чтобы их помить, и посуду для места для этого. То есть, ну вот полностью эксплуатируемая терраса. Тут хотелось бы спросить по поводу обслуживания. Что входит в обслуживание от управляющей компании? Сколько это будет стоить? И есть предусмотрена ли какая-то амортизация? Как я вам уже говорил, то есть это охрана территории, видеонаблюдение. Там бассейн, уборка общей территории, освещение общей территории и так далее. И это стоит в этом проекте 112 долларов с одного дома. Каждый месяц будет такая стоимость пока что. Но потом мы пересмотрим эту сумму. В зависимости от этого, какие здесь будут расходы, больше или меньше. В принципе, эта сумма не принадлежит нашей компании. Это принадлежит хозяев этих квартир. И там все будет прозрачно. И все будут смотреть, как будут тратиться все эти деньги. Планируете дальше строить? У нас есть два больших проекта. Вот следующие проекты. Пойдем посмотрим. Обязательно посмотрим, обязательно съездим. Расскажите нам также, что уже есть. На примере этого объекта мы смогли убедиться в том, как вы строите, в том, как вы делаете ремонты. То есть посмотрели это внутри и на этапе белого каркаса, и на этапе уже готового ремонта. Как одного из примеров того, что можно сделать. Давайте тогда в следующий раз немного посмотрим уже другой проект. Я говорю про Лемон Гарден, про многоэтаж. Лемон Гарден. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Задавайте ваши вопросы. Мы обязательно спросим Джано их в следующем видео. Если вы тот самый будущий сосед, который будет жить именно в том доме, то тогда скорее звоните и пишите мне. Меня зовут Дарья Сорокина, ваш риэлтор у моря. Кстати, не забудь подписаться и поставить лайк.